Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале, с вами Тарас Березовец. Сегодня 22 июня 2024 года. Сегодня официально в Украине день памяти всех жертв войны. Именно так он отмечается. Хотя, как известно, Вторая мировая война началась еще 1 сентября 1939 года. Для большинства жителей тогдашней УССР война все же началась 22 июня 1941 года с нападения нацистской Германии на тоталитарный Советский Союз. Сегодня мы с вами поговорим о новой кампании шпионажа, которую Россия развернула против северных стран Европы. И в ней задействованы почти 200 гражданских судов. Соединенные Штаты закрывают сразу 2 визовых центра России. Один в Вашингтоне, второй в Нью-Йорке. И уже есть реакция пресс-алкаши российского МИДа Марии Захаровой. Financial Times сообщила о том, что правительство Сербии через посредников поставило в Украину боеприпасов на рекордную сумму 800 миллионов евро. Эту цифру уже подтвердил президент Сербии Александр Вучич. Перестановки в пятой службе ФСБ России. Начальник этой службы Сергей Беседа ушел в отставку. Это является результатом внутриклановой борьбы, о которой сообщают Deutsche Welle со ссылкой на важные истории. И, наконец, Washington Post напечатала сегодня статью, в которой говорится о том, что Соединенные Штаты сняли ограничения на использование американских вооружений в прифронтовой 100-километровой полосе на территории Российской Федерации. Однако эти ограничения не позволяют бить по ключевым российским аэродромам. Друзья, обо всем этом поговорим далее в нашем обзоре. Итак, Financial Times сегодня сообщает о том, что, в принципе, было известно многим, а многие об этом догадывались, о том, что Сербия поставляет, хотя через посредников, дефицитные боеприпасы, в первую очередь, советского калибра в Украину. И их сумма достигла рекордного показателя в 800 миллионов евро. Financial Times ссылается на свои источники и приводит в том числе и слова президента Сербии Александра Вучича, который назвал цифру 800 миллионов евро в целом точной. Он заявил, что эти боеприпасы нужны для экономического возрождения страны. И власти Сербии не имеют отношения к тому, куда затем идут боеприпасы. Продали их посредникам, а куда они дальше уже ушли, в Украину или не в Украину, его не интересует. Мы не можем экспортировать их напрямую в Украину или в Россию, заявил Вучич. Но у нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другие. Что они в конечном итоге с ними сделают, это их дело. Давайте догадаемся с трех раз, куда поставили снаряды американцы, испанцы, чехи и, как он сказал, другие. В Россию или в Украину? Я думаю, ответ очевиден. Тем не менее, у Сербии непростые отношения и с Европейским Союзом, и с НАТО. Как известно, Сербия не входит ни в Европейский Союз, ни в Североатлантический Альянс. Тем не менее, официально задекрировала свое стремление стать членом Европейского Союза. Однако, отказывается при этом присоединяться к антироссийским санкциям. Также, правительство Сербии не запрещает российским авиакомпаниям совершать полеты в свою страну, несмотря на то, что такое решение было принято, консолидировано всеми другими странами Европейского Союза. Союза 800 миллионов евро. Эта сумма, скорее всего, не за год, как заявил Вучич, а за два или три года что-то в этом роде. Роль, закулисная роль Сербии в поставках боеприпасов, дефицитных советского образца в Украину является достаточно завуалированной. Официальные данные нигде этого не показывают. Тем не менее, представители Кильского института мировой экономики, который занимается мониторингом всей поддержки, в том числе военной Украине, заявили о том, что они не сталкивались с систематическими доказательствами сербских поставок. То есть, они идут, будем так говорить, в серую или в черную. И сегодняшняя публикация Financial Times проливает только часть света, очевидно, она не является полной. Цифра в 800 миллионов евро является, будем так сказать, очень и очень приблизительной, особенно учитывая то, что на территории Сербии государство, назовем ее так, правоприемник условно бывшей Югославии, остались основные склады вооружения и в том числе боеприпасы еще бывшей югославской армии, которая получала по различным каналам от других, так называемых, тогдашних социалистических стран, ее промышленность сама производила значительное количество вооружений по лицензии. То есть, они производили советские боеприпасы. И вот теперь уже, находясь в нескольких шагах уступления Европейский Союз, Вучич, не желая публично присоединяться к интересным санкциям, нашел способ, каким образом найти общий язык с американцами и европейцами, помогая Украине вот в такой, скажем, непубличный способ реакции на данный момент на эту публикацию со стороны российских официальных лиц не последовало. То, что для них это не является секретом, можно не сомневаться, российские спецслужбы достаточно вольготно чувствуют себя в Сербии, и в высшем политическом и военном руководстве, достаточно много, очевидно, российских агентов. Но, тем не менее, никакой публичной реакции, либо давлений, либо критики в адрес президента Вучича мы на 99,9% не услышим. Ну, может, тяпнет какой-то пропагандист, может, какой-то там сумасшедший депутат Милонов что-то там ляпнет. А в целом Москва будет хранить гордое молчание, слишком важные отношения. Сербии практически, ну, будем так говорить, одним из немногих государств на европейском континенте, с которыми Россия еще пытается сохранять какие-либо отношения. Поэтому проглотят в очередной разке, говорит, любит говорить Маргарита Симоньян, неужели, матушка, мы это проглотим? Проглотим. И еще как. Тем временем Россия вернулась к объему сбора разведывательной информации, который был характерен для времен Холодной войны. Об этом говорится в совместном расследовании изданий Follow the Money и The Teat. При этом они ссылаются на бывшего аналитика ФБР Кевина Рилли, который говорит о том, что Москва начала прибегать к подобной тактике после 2014 года. Что происходит? В течение последних 10 лет береговая охрана северных стран Европы вместе с европейской полицией находили подслушивающую аппаратуру, которую ставили российские спецслужбы, подводные или надводные дроны, сканеры гидроагустических систем, а также системы обнаружения кабелей. При этом для разведывательной деятельности Россия использует гражданские суда, в первую очередь грузовые, исследовательские, рыболовные и даже нефтяные танкеры, и даже прогулочные частные яхты. На данный момент россиян подозревают в рекордном почти тысяча случаев шпионажа, 950 это только то, что было зафиксировано в одном только Северном море. При этом больше всего подобных случаев шпионажа происходило в радиусе до 1 километра от трубопроводов или кабелей, идущих по дну моря. Это свидетельствует о растущих российских претензиях на севере Европы. И как говорят западные аналитики, следующая война мировая, она уже может развернуться на севере. в Арктике, где исследованы или, скажем так, предполагается, находятся несметные природные запасы, в том числе золото, в том числе нефть и газа, за которые развернется самая настоящая война. Уже в данном случае не информационная, а самая, что не есть настоящая. И, собственно говоря, сверхактивность, вдумайтесь, почти тысяча случаев, только зафиксированных попыток шпионажа, это уже, в принципе, запредельно. И на это необходимо отвечать уже прямо сейчас. Тем временем американские власти закрыли сразу два российских визовых центра, которые действовали в США. Один в Нью-Йорке, второй в Вашингтоне. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов. Соответствующее уведомление было прислано в российское посольство накануне 21 июня. Больше всего его, однако, возмутило то, что американцы забрали у российских дипломатов в карточки, которые позволяли не платить налоги в местный бюджет. Вот что его возмутило. Мелкий ничтожный человечешка. Он назвал это, тем не менее, мелким пакостным выпадом. То есть его возмутило не столько закрытие визовых центров. Теперь вся эта работа ляжет на плечи российских дипломатов и консулов в российском посольстве. А то, что у них забрали карточки, позволяющие не платить налоги в местный бюджет. Ну и, естественно, Машка Захарова не могла воздержаться. Уже пообещала адекватные меры в ответ. Какие, правда, непонятно. Американские визовые центры на территорию России уже давным-давно не работают. Консульские учреждения не оказывают услуг, поскольку их все позакрывало. Российское министерство иностранных дел. Ну, возможно, Машка отомстит тем, что перейдет с американского бурбона она теперь окончательно на Бояру или на стекломой. Ну, в принципе, ей, как говорится, не привыкать. Еще один скандал. Ушел в отставку начальник пятой службы ФСБ генерал-полковник Сергей Беседа. Он несколько раз попадал в поле зрения СМИ. О нем писали. И его заменил другой контрразведчик Алексей Комков, который ранее был зам руководителя службы контрразведки. Беседа возглавлял пятую службу рекордно с 2009 года. 25 лет он находился. Четверть века. И считается, что именно на него Путин возложил основную ответственность за провал, поскольку Беседа и его сотрудники поставляли ложную информацию, некачественную накануне российского вторжения в Украину. В частности, они рассказывали о сильных пророссийских настроениях, о том, что российскую армию будет буквально встречать с распостертыми объятиями в Украине. Тем не менее, хотя формальной причиной его увольнения стало достижение предельного возраста службы 70 лет, реальная причина заключается в внутриклановой борьбе различных группировок внутри Федеральной службы безопасности. Сообщается о том, что есть серьезные, скажем так, претензии, расхождения, в том числе связанные с борьбой за бюджет. Вот формально беседу устроили советникам директора ФСБ Александра Бортникова. Самому Бортникову в ноябре уже исполнится 73 года, но он пока еще не уходит, хотя тоже достиг предельного возраста. Это следующее, очевидно, из старых аксакалов Путинской гвардии, которого могут пустить под нож. И, наконец, Вашингтон-Пост сегодня пишет о том, что Соединенные Штаты сняли ограничения на использование американского оружия в 100-километровой зоне от украинской границы на территории РФ. Тем не менее, ее недостаточно для поражения российских военных аэродромов. При этом Вашингтон-Пост ссылается на двух анонимных украинских чиновников. Ключевое это наносить удары по аэродромам, с которых взлетают российские бомбардировщики, которые несут управляемые бомбы, КАБы. При этом отмечаются, американские чиновники опрошенные в Вашингтон-Пост заявили, что утверждение о 100-километровой зоне неверно. Официального подтверждения, как мы видим, этой информации на сегодняшний день нет. Однако, даже эта 100-километровая зона, если она действительно существует, позволяет наносить удары достаточно эффективные по так называемым полевым аэродромам. Только на территории Белгородской области, как сообщали СМИ, было развернуто за последние месяцы не менее шести подобных полевых аэродромов, которые используются в первую очередь для нанесения ударов управляемыми КАБами, ФАБами по украинским гражданским объектам и по военным в прифронтовой полосе. Такие у нас новости, друзья, на сегодняшний день, 22 июня 2024 года. Спасибо за просмотр этого видео. Подписывайтесь обязательно на канал, если оказались здесь впервые. Лайкайте, шарте, комментируйте трансляцию, для того, чтобы вы лучше видели алгоритмы Ютуба. Берегите себя, друзья. Слава Украине, слава ЗСУ, слава украинскому спецназу. С вами был майор украинской армии Тарас Березовец. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова